привет все мои дорогие друзья ну вот и связалась моя шапка посмотрите какая она получилась она очень распушилась но я ее еще не стирала не думаю по стираю она еще больше распушиться вот с таким вот отворотом он фиксированный все он никуда не сползает его не надо постоянно подправлять видите как аккуратненько все такая вот изнанка и вот такой вот край по лицевой стороне вот и такой изнаночной обычный простой узор я взяла в виде змейки и вот такая вот макушечка макушка просто закрывала тут как бы ничего выдумывать я не стала она очень теплая сегодня как раз похолодало сегодня я покажу как я вязала эту шапку как сделать такой вот отворот как сделать чтобы вот такой край был по лицевой стороне и покажу как вяжется вот этот узор соответственно покажу как закрывала макушку как она смотрится вы уже видите на фотографии так что кому интересно оставайтесь на канале и смотрите видео дальше вязать я буду из тех же не так что и вязала варежки вам уже рассказывала о и от об этой пряжи катнор итальянская пряжа виттория люкс 25 грамм 210 метров состав 78 процентов супер кид мохер 14 процентов процентов шелк и по 4 процента полиамид и полиэстер так и вторая пряжа это вита бриллиант состав 45 процентов шерст 55 процентов акрил 100 грамм 380 метров ну и напомню цвет номер 4963 и у этой пряжи цвет 1003 вязать я буду в две нитки две нитки махер и две нитки вот этой пряжи вот и того в 4 ниточки и так я набрала петельки при плотности вязания 19 петель в десяти сантиметрах я набрала 100 петель как посчитать сколько петель нужно вам набрать нужно связать образец и посчитать плотность вязания затем окружность головы умножить на плотность вязания в сантиметре у меня на я вижу на размер 55 56 56 я умножаю на 1 и 9 у меня получилось 106 петель 6 петель я убавила для облегания петельки набрала обычным классическим способом как я уже сказала 100 петель соединяем петли в круг замыкаем петли в круг вот эту последнюю петлю я на переношу на левую спицу и через нее протягиваю первую вот так и затем возвращая ее снова на левую спицу здесь все хорошенечко подтягиваем и переворачиваем наше вязание чтобы вот эта кромка осталась сзади а вот это была расположена к нам и вяжем и в обратном направлении чтобы потом край отворот у нас красиво смотрелся и дальше вяжем резинкой а еще забыла сказать что количество петель должно быть кратное четырем вяжем резинку 2 на 2 2 лицевые и 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные и таким образом мы вяжем резиночку высотой 7 сантиметров 5-7 сантиметров то есть кому какой отворот нужен и продолжаем вязать резиночку и так резиночку мы связали и теперь сделаем такой фиксированный отворот чтобы у нас потом он красиво смотрелся как будем вязать так у нас 2 лицевые 2 изнаночные 2 лицевые мы будем снимать не провязывая ниточку оставлять за работой а 2 изнаночные будем провязывать при этом нить не стягивать чтобы она прям свободно было которую снимаем 2 изнаночные 2 лицевые снимаем не провязывая на правую спицу переносим ниточка за работой и прям свободненько и 2 изнаночные снова 2 петли лицевые снимаем на правую спицу ниточка за работой свободно не натягиваем и так провязываем 3 ряда вот так получается она не стягивая иначе у нас потом она не оденется на голову провязываем 3 ряда и так мы провязали 3 ряда и вот что у нас получилось вот такой вот аккуратный перегиб вот он видите и он будет зафиксирован и хорошо держать форму и никуда не съезжать далее нужно будет провязать 1 ряд резинкой 2 на 2 2 лицевые 2 изнаночные я уже провязала и дальше мы продолжим вязать уже основной узор для шапочки так узор будет такой 2 лицевые 2 изнаночные лицевые мы будем провязывать в виде змейки сначала вторую петлю за заднюю стенку затем первую и 2 изнаночных лицевые сначала вторую петлю затем первую то есть идет такое перекрещивание 2 изнаночных и так до конца ряда каждый второй ряд по рисунку то есть будет 2 лицевые 2 изнаночные так провязали 2 ряда следующий третий ряд 2 лицевые сначала провязываем вторую петлю а а затем первую получается такая змейка и чередуем с двумя изнаночными в первом ряду мы провязывали за заднюю стенку а в третьем ряду за переднюю стенку спереди провязываем сначала вторую затем первую 2 изнаночные 2 изнаночные сначала вторую затем первую 2 изнаночные четвертый ряд вяжем по рисунку получается такая вот маленькая змейка и затем повторяем эти четыре ряда и вяжем необходимую высоту шапочки и еще раз покажу как вяжется узор обязательно пометьте маркером начало ряда так первый ряд мы делаем перекрещивание двух петель вторую петлю провязываем затем первую 2 изнаночных снова вторую петлю провязываем затем первую 2 изнаночных и так до конца ряда идет наклон влево каждый второй ряд вяжем по рисунку как смотрят петельки 2 лицевые и 2 изнаночные 2 лицевые и 2 изнаночные вяжем до конца ряда третий ряд у нас идет перекрещивание вправо мы первую и вторую петлю меняем местами вторую петлю переносим перед работой а первую за работой наклон вправо и провязываем лицевыми петлями дальше 2 изнаночных и повторяем перекрещивание с наклоном вправо меняем местами 2 изнаночных если удобно то можно провязывать вот так сначала вторую петлю потом первую если неудобно то значится меняем местами сначала так и вяжем до конца ряда и четвертый ряд снова вяжем по рисунку лицевые над лицевыми и изнаночные над изнаночными и дальше повторяем эти четыре ряда вяжем необходимую высоту шапочки и так высоту шапочки я связала что у меня получилось у меня получилось 21 сантиметр вот от этого места ниточек осталось совсем немножко и мне нужно уложиться чтобы их хватило и я начну закрывать макушку ну здесь ничего такого мудреного не нужно придумывать потому что закрою я это все очень просто так рисунок я продолжу вяжу вяжу следующий ряд а убавление буду делать вот по изнаночной дорожке провязывая 2 вместе изнаночные так вот их разверну так снова лицевые заднюю и за переднюю стенку не цепляет такая изнаночные я буду провязывать по 2 вместе это у меня будет первое убавление так до конца ряда то есть у нас получится вместо двух изнаночных одна изнаночная вяжем делаем убавление следующий ряд вяжем по рисунку 2 лицевые 1 изнаночная так следующее убавление я сделаю так чтобы немножко сохранить узор то есть у меня идет перекрещивание вправо эти петельки я перекрещиваю и провязываю 2 петли вместе лицевой 1 изнаночная снова петельки перекрещиваю с наклоном вправо и провязываю 2 вместе и так до конца ряда следующий ряд у нас будет по рисунку 1 лицевая 1 изнаночная так после последней убавки я провязала 2 ряда чередуя 1 лицевой 1 изнаночную 1 лицевой 1 изнаночную не один а два ряда и делаем последнюю убавку провязываем по 3 петли вместе лицевой и 1 изнаночная 3 петли вместе лицевой и 1 изнаночная и убавляем до конца ряда оставшиеся петли переносим на ниточку с помощью иголки хорошенько стягиваем можно немножко зафиксировать их все тут было надежно такая вот макушечка получилось и затем ниточку кончик спрятать внутрь так вот хорошо затянули кончик прятаем внутрь так ну вот все маркер можно убрать вот такая шапка получилось так сейчас скажу какая она вышла мне по длине 24 сантиметра длина получилось ее не так как раз хватило так ну вот смотрите отворот вот он такой зафиксированный будет вот и край идите вот он аккуратный край и вот изнаночная сторона отворота такая макушечка она немножко так вот при собрана получилось она постирается немножко распрямиться еще и мне кажется и вытянется немножко так что по длине все нормально такая вот аккуратная шапочка и в итоге у меня вышел вот целый комплект снут я вязала одна нитка кидмохера и одна нитка витабриллиант варежки одна нитка кидмохера и две нитки витабриллиант и шапка две нитки кидмохера и две нитки витабриллиант как бы так на увеличение и и в общем у меня ушло 3 моточка кидмохера по 25 грамм как раз у меня вот все я уложилась вот что у меня осталось ну практически вот прямо как раз хватило так и два с половиной наверное мотка витабриллиант вот тут пол пол мотка как точно еще осталось снуд я вязала в одну ниточку кидмохер и витабриллиант и у меня от снуда вот может быть чуть чуть больше вот этого осталось кидмохера то есть я не полный моток израсходовала и у меня пошло на варежки на варежку хватило наверное вот до пальчика как раз вот этих остатков которые у меня остались со снуда ну и остальное вот как бы все как раз вот подрасчитала так что вот практически все уложилось вот спасибо за внимание спасибо всем кто вязал вместе со мной ставьте класс если вам понравилось пишите свои отзывы комментарии всем пока и до встречи в новых видео